Цены на бензин выросли так, что их можно просто не запомнить. И сейчас узнаем у наших ростовчан, как они относятся к этому. Спросим. Плохо как. Растут, растут без остановки. И все. Я их просто на них не обращаю. На самом деле я не обращаю на них внимания, потому что она падать точно не будет. А только растет. И все. То есть уже, что-то штошнить начинает. А что можно говорить? Я думаю, что это самоправительство, те монопольные комитеты. Это безобразие. Безобразие? Конечно. Дорого. Странная ситуация. Мы являемся страной добытчиком, сами же перерабатываем. Но почему-то, когда у нас повышается цена, ну, мировая, почему-то у нас это тоже сразу повышается. Но почему, когда она резко снижается, у нас она снижается. Вот это какая-то закономерность непонятная. Рогатка. Да, да. Он не снижается. Да, но повышается очень быстро. В центре города проблемы с парковками. В преддверии, в частности, Олимпиады. Поэтому в данный момент имеет смысл побольше пешком. И можно даже иногда на автобусе поездить. Побольше велосипедов. Как в Европе. И люди будут здоровее, кстати. Просто, конечно. Приходится экономить на чем-то другом. Больше пешком, наверное, стоит ходить. Раз такие обстоятельства складываются. Парковаться в удобных местах и идти пешком. К сожалению, моя работа еще связана с частыми переездами на автомобиле. Поэтому я на себе это очень ощущаю. Что я могу сказать? Мы в шоколадном глазу все живем. Знаете, что такое шоколадный глаз? Как это? Это жопа. Жопа, да. Все плохо очень. Сработица. Высокие цены на бензин. Соответственно, автомобиль тоже мне пристегнет легко. Без нет сенсорного выражения. Ничего нет. Можете. Нас в городе хруще пешком. Да, бензин дорогой. А, во-вторых, это все-таки не просто велосипед, это электровелосипед. Но это очень хорошая альтернатива скульптурам мотоцикла. Бензин у нас дорогой, поэтому пересаживаемся на электровелосипеды. Редактор субтитров А.Семкин